Государственную награду директор средней школы номер 38 Сергей Киселев хранит дома в укромном месте. Он посвятил школе десятки лет и, как признается сам, больше всего любит своих учеников и свое дело. Говорит, признание на самом высоком уровне не повод останавливаться, а стимул для новых свершений. Ну а что для этого нужно, Сергей Киселев знает не понаслышке. Большое терпение, потому что в нашей специальности это играет очень большую роль. Если не будет этого качества, конечно, трудно будет. И, конечно же, это любовь к детям прежде всего, потому что без этой любви, без отношения, соответствующие к детям, трудности большие будут. Илья Хотим – один из бывших учеников Сергея Киселева. Сегодня он уже сам учит детей истории, используя личные методики. Говорит, каждый учитель хочет, чтобы его уроки были интересными и познавательными. И благодарен Сергею Николаевичу, который в свое время щедро передавал ему свои знания, умения и одновременно воспитывал. Сегодня бывший ученик вместе со своим учителем трудится плечом к плечу в одной школе. Индира Ганди один раз сказала, что история – самая лучшая учительница, но люди – самые плохие ученики. И, конечно, наша задача как педагогов, как историков – не допустить, чтобы наше подрастающее поколение допускало те ошибки, за которые мы могли бы сожалеть. И те люди, которые нас за собой ввели, именно мои учителя, в том числе Сергей Николаевич, они сделали большую роль, сыграли, поскольку именно я стал педагогом. И я рад, что я работаю с детьми, с такими коллегами и с таким руководителем. С 1 сентября в средней школе номер 38 к работе приступило 12 молодых специалистов. Для руководства школы они словно первоклассники. Главное – не спугнуть, чтобы не потеряли интерес к работе, чтобы остались в школе и после двух обязательных лет. Молодые литераторы, математики и учителя иностранного языка нужны как воздух. Предложить работу, говорит Сергей Киселев, мало. Необходимо заинтересовать остаться. Но грамотный руководитель знает, как это сделать. Правильные условия труда привлекли в эту школу и Вадима Хамеца. Ну, вообще, запросов поступало очень много, как с Минска, так и с моего города родного Лиды. Но пообщавшись с Сергеем Николаевичем, я понял, что здесь будут созданы все условия для молодых специалистов и для развития китайского языка. Поэтому я не мог отказать этому запросу. Уже несколько дней вчерашнего студента Вадима называют Вадимом Валерьевичем. Он обучает детей иностранным языкам и готов посвятить образованию и воспитанию детей всю свою жизнь. Благо, человек, на которого нужно равняться и с кого брать пример, рядом. А значит, все будет на высшем уровне. Алла Вничко, Сергей Печерица, Новости, Гродно+. Субтитры создавал DimaTorzok